Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров Жуткие, как вывернутые наизнанку люди Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей Чё за... Смерть пришла Правда? Страшней Это я думаю, ребят, человечество разозлило чёрных Поэтому Они стали убивать их Как помним, я закончил концовку А, там сейчас разговаривали Ну, двойные ещё на Петровке Один из всей семьи спасся На работу ехал Звонить пробовал, но куда-то Опа Это жопа Мы закончили на том, что мы не стали наводить ракеты на чёрных Ну, продолжение... Разработчики решили по-другому Вон они идут, собаки Ой, 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 ой Давай отсюда Ох, ты ж, ё-о-ох, ты тьма-ть Опа 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 Артём Артём, просыпайся Артём, это я, Хан Кошмары Неудивительно после всего пережитого Послушай, Артём Я был на пепелище Улья Чёрных И видел там одного из них Я сразу отправился к тебе Это шанс, Артём Шанс понять Они ведь пытались установить с тобой контакт Только с тобой А ты навёл на них... О, Ульман Хан Ты как здесь оказался? Вон, немедленно Да-да, Ульман, сейчас Артём Нам просто необходимо поговорить с Чёрным Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься Мелии Но надо убедить его отпустить тебя Хан Я сказал на выход Ульман, ты там фашистов захватил? Тут секретный объект, Хан И тебе тут положено За мной Братан Сейчас пойдём фашистов захватывать Оставайся, Артём Я подожду выхода из казармы Да подожди ты Мы с Ульманом фашистов не захватили Кстати, у меня был один знакомый курищ Ой, а каких фашистов захватывать? В жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле Ну ты кури Ну вы поняли, ребят Да, ну ты кури, кури Ну вы поняли, ребят О чём идёт речь? Смотрели предыдущее прохождение метрошки Так Чё тут у нас есть? Сохранка О, вспышечка Будем, ребят, кстати Пытаться Заткнись Будем пытаться идти на хорошую концовку Странное место, как Д6 Никогда бы не подумал, что такие огромные бункеры вообще бывают Бывают, бывают Здорово, Артём А этот парень, кстати, был в той группе, которая Д6 нашла Да, сразу же тон дали А я вот в новобранцах два года гонял по камене Ну так ты чё хотел? Ну и же Артёмке И что, помогло? Не успели даже добежать Так 30 лет всё и простояло Ничего, нам больше достанется Тут одного оружия А лекарства? Да с этим богатством ещё лет сто под землёй торчать можно Не знаю Я вот не могу никак привыкнуть Реактор заработал Свет есть Тепла сколько хочешь А мне как-то не по себе Не может быть так хорошо Да ладно тебе Считай это подарок нам От предков Глядишь, с ним и не загнёмся Проследим ещё лет сто под землёй А там и на поверхности жить можно станет О, вспышечка Хорошо Не, мужики Не знаю как вы, а я на поверхность каждый раз как упас Зачёные работают Лекарства всё разрабатывают, да? С Романовым? А с ним-то что могло страсти? Не умывается Давай, давай Ты посмотри на тех двух саланов Не удивительно, что полковник приказал удвоить временных из подготовки Отлично, работай дальше Скай готовится Соггнуть пыль надо Да, уже вроде всё спокойно было на болотах Видишь вешки? Идёшь по ним, чтобы не потонуть Ласторогих конечно много, но пройти можно Кто там целую группу перебить мог Чёрт его знает Романов до сих пор рассказать не может Когда смена пришла, в церкви он один был Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрет ничего, людей не замечает. Будто только он, да бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что бога тоже нет. Смешно. Вот вспышечка еще одна. Опа. Смешно. Давай оружие. Здорово. Главное. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя... Итак, приступим. Прежде всего противогаз. Без противогаза на поверхности и шапу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Вонит до сих пор так. Хоть яйца запекай. Так на яйца давай еще противогаз. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Да, носки запихал и все. Да, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Ну да. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно. Но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Да я знаю. Ага. Отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай какие. Нравится испыть. Да, все нравится. Вентиль. Тюнинг можно запекать. Коллиматорный. Давай. Что-то еще. Калаш. РПК. Ублюдок. Абзац. Берем абзац туда. Затюнить нельзя. И рпкшку. Давай. Давай, я готов. Я знаю, господи. Давай. Попробуй мой стилинг центр крутит. Молодец. А теперь и трех не попросишь. Мы не ехали. Улавливаешь разницу? Прочу пробить. Но же патронов надо. Так что смотри, если попадание не спустят, значит враг бронирован. Вот тут попал, так попал. Чувствуешь разницу? Ну, хоть бы основу не уйдет. Можешь покортироваться еще. Или отправляться к бежнику за заданием. Да пойдем уже на задание. Оружие, да фига. А еще раз, что мы нашли сверхмощную электростанцию и установили связь с бункерами в Сибири. И будто правительство и президент все еще живы. Бред полный. Захватаемся мы тут радиация. Объект чистый. До части мы сейчас точно. Замерять. Мы вчера обходили двери. Закрытых еще тьма. Некоторые заварили меня. А, блин, у грибочки. Будьте замков, будто их изнутри запирали. И что? А то, что из-за некоторых фонит, хоть яйца запекай. Ну, тут же я. От него, может. Чувак, чего у тебя с рукой было? Он вообще не поднялся. Я говорю тебе, это место кажется таким безопасным. Может, это и не будет. А что такое? Не знаю, но двери эти заперты, видать, неспроста. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое забрание. Что-то жареным запахло, а? А я вчера дежурил в командном пункте. Ну и подслушал случайно. Что-то начинается. Ты о чем? Украшенный мобилизации загребает всех подряд. От стариков до подростков. Учение, учение. Точно война будет. С кем воевать-то будут? Совсем. С кем всегда, наверное. С фашистами, с рейхом. Про фашистов слышал, кстати? Наши морские засекли сразу три развернутые религи. На поверхности. Там отродясь столько не было. Три группы? Где? Две, недалеко отсюда. И еще что-то. В засаде серый был. Говорит, похоже, входы еще. Черт. Думаешь, знают про Д-6? Может и нет, но подозрительно это. Полезут, так получат. Мельник охрану втрое усилил. Да потому и усилил, что знают о фашистах. Но все же, если они путь узнают, думаешь, орден выстоит против рейха? Орден не воюет с государством. Мы же все метро оберегаем, все человечество. От чудовищ, от мутантов. Кто на нас пойдет? Я ведь не досказал. Была и третья группа фашистов, помнишь? В ДНХ ее видели, наверху. У нас там был внешний дозор, каленые стены. Но вот они передали, что видели фашистов, большую группу. Потом передали, что фашисты видели. А потом связи... Погоди, погоди. Это что, каленый пропал? Не пропал. Нашли его. И скальпеля. Оба свинцом нашпигованные, по контрольному в голову. Не может быть. Я же с ним вот три дня назад только... День рождения у него был. Что за отморозки это сделали? Вот так вот дела. Что-то валит тут. Да, Леха, не слушай этого клоуна. Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем? У ребят из охранной лаборатории спроси. Что? Что он там уже натворил? Открываем. Ну давай рассказу, что он натворил-то. Ладно, пошли. Ульмана, а это... Мы поле захватили, нет с тобой? Мы с тобой фашисты, ептут. В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жены рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. Давай быстрее, хан. Затеребунил уже. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество. И коней гордых. И богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и макиры во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй! Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Бронехимическое оружие. Хотя черт его знает. О, жопа. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого в нераскаленной арматуре, но загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ольман, ты в соем этом. Как всегда. Со своей атмосферой. Да. Все это мы Т-6 взяли. Но сколько ждут выхода во входах. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Ну да, Никуське вам повезло так-то. Он заупрямляет своих погранпостеров. Сожжи. Особенно те, что к красным. Тактику тут разрабатывают. Фашисты зашивали. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем делают? Зачем вызывают? Два ударных отряда. Говорят, красная мобилизация объявили. И еще такой... Картишки рубятся тут. Герман, эти к мельнику в штаб. Повызов. Давай, открывай. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Без нас? Ну, давай. Давай, пойдем в Хан. Артем, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение Черных худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Не хотели. Что если мы с ними были просто несовместимы? Все кроме тебя... Понимаешь, Хан, я не убивал Черных. Все погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена тоже. Я их не убивал. А ведь именно он говорил. И если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Ага. А вас на варь. Здорово. Артем, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В Ботаническом саду я видел Черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черный худший из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, Черный один. Он нам не угроза. У Артема да. Я думаю, он найдет Черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди Черного. С вами идет наш лучший снайпер. Она. Есть. Анютка. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить Черного. Что? Да как вам... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артем! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров! Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, Черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задания и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед! Что застыл, кролик? Давай за мной! Какой тебе кролик, Эблин? Артем, скажу прямо. Черный тебя чувствует, так? Ты слышал, она меня кроликом назвала. Чего выманить? Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если Черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что, осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофы. Так что, если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте! Ща я, Анютке-то, отхерачу хвостик. Э, Анютка. Ты слышишь? Мелик меня разрешил. Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне. Не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро? Чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами как марионетками? Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Просто ты не знаешь всю суть. Отойди от края платформы, подаем мановерик. Ты смотри, ты попробуй мне сказать кролик. Я тебе сразу сейчас хвостик-то отхерачу. Кролик. Да ты заколебала. Кролик. Я не кролик, я Артемка. Это место себя исчерпало. Я Артемка, я не кролик. Прикопалась своим кроликом, блин. Я Артемка. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду. Но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия найти и уничтожить его. Совершить начатое. У меня концовка другая совсем была. Так что вот так. О, Анютка. Давай полетели. Раньше все это было обычным делом, а сейчас Монорельс кажется фантастикой. Наши дети же не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Ну да. Прибыли. Эта станция секретирует Росбан. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за это. Ну что, погнали, Анютка. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Паутинки тут за хера. Так что, ты дочка Мельника что ли? Ёптеть. Подожди. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Подожди, ты дочка Мельника? Ну, я не справился. Ну, а то. Ох, жесть. Тут все чисто. Выдвигаемся. Да, погнали. Нажавело все. Да, ну давай. Что, погнали? Конечно, красиво они Анютку нарисовали. Красивая она. Так. Ёптеть. Давай направо. Слева тупи. Хорошо, хорошо. Что ты испугнула, будь начеку. Ёптеть. Ну нет, засало. Зараза. Вот это скорость. Ну, не говори. Думаю, тут ничего серьезного не будет. Что, лезть что ли? Так. Лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Да иди ты нафиг кроликам, блин. Я тебе покажу кролика сейчас. Большого такого кролика. Так, еще раз, кушечка. Давайте почитаем заметочку. Пепелище. Может, дело и не в черных? Время сейчас тревожное. Орден похож на растревоженный улей, созданный когда-то. Чтобы уберегать метро от любых опасностей. Он сам навлек на жителей подземки страшную угрозу. Когда мы проникли в Д-6 и нашли огромные запечатанные хранилища, казалось, что мы спасли человечество. С запасами лекарств, продовольствия, которые тут должны храниться. С действующим ядерным реактором, в котором... Действующим реактором в метро можно будет оставаться насколько угодно. И дожить до того дня, когда радиация на поверхности угаснет. Когда мы сможем вернуться туда и снова. Сделать землю своим домом. Что-то как-то офиговенько маленько прочитал. Ну ладно, погнали. Крольчиха. Поверхность. Надевай противогаз. Без Б. Надеваем. Поперли. Давай, Артёмка. Хватит спялиться на мою задницу, кролик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, единица. Смотри-ка, блин. Расставишь сейчас, а? Помоги-ка. Сейчас поможем, давай. Ох, красотинь-то какая, а. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Окей, давай. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда оставаться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идёшь вперёд, ищешь тварь. Подожди, Анютка, меня сдувает. Мне ветер сдувает. Ветер такой поднял салютой. Давай. Чё-то есть по ништячкам. А нифига. Пойдём. Ох ты, ёптить. Слушай, просто до сих пор что-то чадит. А хорошо вы тут всё отутюжили. Одни воронки. Ну так бомба-то ясен фиг захерачивать. Чтоб есть какое-то движение. Приготовься. Сиди, ази, 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 ази. Ещё. Пойдём за кого-то. Фига мы их херачим. Давай сюда. Перезарядка. Давай. Ёптить, блядь. Он, сука, сдохнул, блядь, гонзон. Вот это я обосрался. Ты цел? Эй, ты цел там? Да цел, деда, блядь. Чёрт, тебя зацепило. Скорее, откройся, там огнечки. Давай, ты мне живой нужен. Опа, живой нужен уже. Выкрали воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разуметь. Так, давай влево. Там есть обход. Мы не так уж и не безразличны ей. Фильтр. Блядь, вздыхаемся. Кажется, вижу. Не троплюсь из тебя на два часа. Два часа? Где он? Где? Давай. Ну что же ты? Давай. Ты что делаешь? На хера ты... Вот это скорость. Как это он? На хера ты по нему стреляешь? Лови его, лови, 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 лови. Артёмка, ну ты что, лови его. Где? Вот он. Лови, лови. Лови его. Господи, Артёмка, не тупи. Да я понял, что налево. Артёмка, лови его. Где он? Направо. Он прямо на тобой. Осторожней. Готов. Ну ты что, зачем ты его так? Стой, 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 родной, стой. Родной, стой. Давай, лови его. Накрыл. Ну, понимаете, я-то не наводил ракеты на них. Ну да, понятно, он скрылся. Опа. А вы кто такие? Фашисты, что ли? Да. Да, ребят, блядь, я не успел сказать, блядь. Может, Сульманом ваши ребята? Мы фашисты, приехать захватить вашей станции. Хе-хе, помните? Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как чёрный. И смогло проникнуть в моё сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детёныш. И я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Узнал, конечно, он не испугался. Он детёныш же. Так, ребят, ну на этом давайте мы закончим. Это был у нас метро на Last Light Redux. С вами был Лёха. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мое видео. Увидимся в следующей серии. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»